Добрый день дорогие друзья, меня зовут Владимир и сегодня мы расскажем вам, как выбрать кронштейн для телевизора, особенности и разновидности устройств. Более подробно этот и другие материалы вы можете найти на нашем сайте bazelight.ru. Ссылка на сайт будет под видео и под описанием. Итак, сегодня мы с вами узнаем, что называется кронштейном для телевизора, какими особенностями обладают устройства, а также какие виды и типы приспособлений существуют. Кроме того, расскажем про то, чем различаются кронштейны друг от друга, какой лучше выбрать, исходя из особенностей того или иного телевизора, а также каких правил выбора необходимо придерживаться перед покупкой этого полезного приспособления для бытовой техники. В заключении мы поговорим о том, почему так важно обращать внимание на качество покупаемого настенного или потолочного крепления для телевизора и какие преимущества с недостатками имеет каждый вид приспособления в отдельности. И немножко в историю. Еще совсем недавно, в 90-е годы 20 века, телевизоры являлись главным показателем того, что у человека все благополучно и живет он в достатке. Как правило, телевизоры ставились на самые видные места в квартире или доме и являлись главным украшением комнаты. С течением времени эти устройства бытовой техники стали обыденным приспособлением для просмотра телевизионных передач и видеокассет с зарубежными фильмами. Таким образом, телевизоры уже к началу 2000-х годов стали обязательным устройством почти любого жилого помещения, но они все равно оставались довольно габаритными, громоздкими и занимали много свободного пространства. Кроме того, такие телевизоры могли располагаться только стоя на тумбе или подставке, так как вес и габариты были непозволительными для крепления их на стену, а уж тем более на потолок. Модернизация телевизоров привела к тому, что они значительно похудели в весе и габаритах. Теперь многие смогли позволить себе купить плазменную панель, а вместе с ней появилась возможность повесить такие устройства на любую стену и потолок. Благодаря быстрому развитию телевизионных технологий из квадратного, тяжелого и габаритного телевизора, устройство превратилось в компактное и легкое, что позволило появиться на свет специальным крепежам для монтажа их на любую стену или потолок в жилом или нежилом помещении. Кроме того, множество видов кронштейнов появилось благодаря тому, что появилось огромное количество и множество типов технологий, а именно телевизионных. Таким образом появились раздвижные, выдвижные и регулируемые типы кронштейнов. Итак, что такое кронштейн и в чем его польза? Какие виды и типы устройств сегодня существуют? Кронштейн – это специальное приспособление в виде крепежа, которое применяется в качестве поддержки или монтажа бытовых приборов в жилом или нежилом помещении. Как правило, большинство конструкций кронштейнов предназначено для крепления их на поверхность стены. После монтажа кронштейнов на них устанавливают необходимую бытовую технику. В подавляющем большинстве случаев такими устройствами выступают телевизоры. Итак, чем удобен и полезен кронштейн? Он помогает установить устройство на необходимую высоту, экономит свободное пространство помещения, а также помогает дополнить общий дизайн той или иной комнаты. Можно довольно просто отрегулировать положение устройства, которое на нем располагается. Это может быть наклонный, угловой или другой тип крепежей. Некоторые модели оснащаются специальным чехлом, который помогает скрыть проводку, уходящую из бытовой техники. Могут выдерживать крупный вес, некоторые более 80 кг. Справочно заметим, что показатели нагрузки указываются на упаковке или в инструкции к приспособлению. Также некоторые кронштейны идут со специальными полочками, которые помогают разместить в них телевизионные аксессуары. И благодаря разнообразию цветов и дизайна можно выбрать приспособление, которое отлично впишется в интерьер комнаты. Заметим, что каждый вид кронштейна уникален в своем роде, так как изготавливаются они согласно определенным функциональным особенностям той или иной бытовой техники. Это обеспечивает дополнительное удобство при его использовании для разных моделей телевизора. На сегодняшний день различают следующие виды кронштейнов. Во-первых, это настенные. Они идеально подходят почти для любого домашнего оборудования, которое требует крепления к стене. К примеру, на такие приспособления можно повесить плазменные, LCD, ЖК телевизора или микроволновку, проигрыватель дисков, кассет, а также мультимедийную систему. Такой тип кронштейнов имеет несколько вариаций креплений, в отличие от потолочного, которые в большинстве случаев имеют только подвижную или нестатичную конструкции. Далее идут потолочные. Кронштейны такого вида представляют из себя жесткое каркасное приспособление, которое крепится напрямую к потолку. Кронштейн для телевизора наклоняет и поворачивает его в любую необходимую сторону под определенным углом без особых проблем. Плюсом такого приспособления является то, что потолочные кронштейны с аппаратурой и большим количеством проводов совсем не мешают передвижению по помещению, где оно установлено. Однако это имеет значение только для тех комнат, где имеются высокие потолки, потому что сочетание низкого потолка и кронштейна совершенно неприемлемо с точки зрения комфортного передвижения под ним. Заметим, что в магазинах сегодня можно встретить специализированные кронштейны, которые обладают высокой прочностью, термоустойчивостью, а также ударопрочностью. Применяются такие приспособления чаще в организациях для размещения на них мониторов, трансляций рекламных материалов или прочей полезной информации. Кронштейны такого вида обладают высокими показателями максимальной нагрузки и рекомендуются для установки в них крупных устройств. Также различают следующие типы кронштейнов. Это фиксированные или статичные. Такие кронштейны по типу крепления делятся на определенные разновидности, которые имеют широкий функционал. Кронштейн является наиболее доступным типом среди кронштейнов. Он имеет невысокую стоимость благодаря простой конструкции крепежа. Кронштейн состоит из минимального набора деталей, таких как планка, которая крепится к стене, и реек, которые присоединяются к телевизору. Такой тип приспособления прост в установке, прочен и надежен, но неудобен в тех случаях, когда необходима подвижность телевизора, а также в случаях надобности поворота его или изменения угла обзора. Настенные кронштейны фиксированного типа дают возможность сократить до минимума пространство, которое используется бытовым прибором. Справочно заметим, что установка телевизора вплотную к стене при таком типе кронштейна не требует особой прочности стен и вполне может подойти даже для гипсокартона. Далее идут подвижные, к которым относятся два вида крепления, это наклонный и поворотно-наклонный. Наклонный вид подвижного кронштейна обладает возможностью изменения угла наклона. Этот вид крепежа довольно удобный благодаря возможности наклона подставки с телевизором под нужный угол. Уступает он в плане удобства поворотно-наклонному кронштейну, но при этом способен выдерживать высокую нагрузку и массу со стороны телевизора. Специалисты рекомендуют устанавливать на такой кронштейн как 24-дюймовый, так и 70-дюймовый телевизор. Такое приспособление довольно прочно, благодаря небольшому количеству подвижных деталей. Далее, поворотно-наклонный вид подвижного кронштейна является самым удобным и наиболее гибким из всех имеющихся моделей на рынке. Он позволяет телевизору занять определенную позицию, которая полностью устроит пользователя. Кронштейн способен менять положение, делая не только повороты, но и наклоны. Имеет также возможность поворота телевизора до 180 градусов. Справочно заметим, что угловые кронштейны используют такой механизм. Состоит он из двух платформ, которые соединяются специальной трубой. Такой кронштейн может иметь несколько подвижных колен. Подвижные колени позволяют обеспечить максимальную гибкость кронштейна. Недостаток такого приспособления – это его ножка или труба, которая не выдерживает высокой нагрузки, особенно широких телевизоров. Максимальный размер телевизора, который можно поместить на такой кронштейн, является устройством с 40-дюймовым экраном. И вот мы с вами подошли ко второму пункту нашего видеоматериала. Это правило выбора или подбора кронштейна для телевизора. На что нужно обращать внимание перед покупкой. И перед тем, как направиться за приобретением того или иного кронштейна для телевизора в магазин, необходимо рассчитать, какой тип и вид крепления нам больше всего подойдет, а также лучше всего подойдет. Необходимо учитывать тот момент, что мы не сможем изменить положение стационарного кронштейна, тогда, когда обнаружится, что свет в дневное время суток падает именно на экран и мешает смотреть любые любимые передачи. Поэтому нужно заранее продумать, какой тип приспособления нам будет идеально подходить в том или ином месте. Для того, чтобы окончательно определиться с моделью кронштейна, можно посмотреть по параметрам модели в сети интернет. А после этого цель направленно направиться в магазин за приобретением того или иного вида кронштейна. Самым важным условием при покупке кронштейна это то, что он должен обязательно подходить для нашей модели телевизора. Поэтому стоит уточнить от продавца, сможет ли выдерживать выбранный нами кронштейн модель нашего телевизора. Также стоит обращать внимание на максимально возможную нагрузку на детали кронштейна. Как правило, такие данные указываются в характеристиках на устройство или в упаковке, или на самой упаковке. А также можно найти эти данные в инструкции к приспособлению. Важные нюансы, на которые стоит обращать внимание перед покупкой кронштейна. Во-первых, насколько подходит выбранное нами приспособление к дизайну комнаты жилого помещения. Во-вторых, вид крепления, его цвет, механизмы, габариты должны соответствовать нашим запросам. В-третьих, дополнительные функционалы и возможности в виде полочек, отсеков, скрытых крепежей для проводов или аксессуаров. И в-четвертых, это наличие функции автоматического управления кронштейном с пульта дистанционного управления. Кроме того, для того, чтобы не купить подделку, многие специалисты настоятельно рекомендуют приобретать кронштейны проверенных и известных производителей, такие как Sympathio, Roskronstein, Alerta и прочие. Также желательно удостовериться в том, что магазин-продавец обладает необходимыми сертификатами соответствия на приспособление. Для того, чтобы кронштейн соответствовал современным требованиям, он должен иметь сертификат безопасности с маркировкой TU. А после сертификата необходимо убедиться и проверить наличие фискального чека, гарантийного талона и каков срок гарантии на устройство. В заключении отметим, что выбирая такое приспособление для телевизора, как кронштейн, его необходимо внимательно осматривать и отбрасывать модели, которые оснащены пластиковыми деталями креплений. Дело в том, что они крайне ненадежны, да и просто бесполезны. Лучше всего выбирать кронштейны из стали или, на крайний случай, из алюминия. Чтобы окончательно определиться с той или иной моделью приспособления, нужно почитать отзывы на популярных форумах или сайтах, так как владельцы, которые успели уже купить ту или иную модель кронштейна, часто делятся впечатлениями о нем с другими. Итак, мы с вами прослушали и просмотрели видеоматериал на тему, как выбрать кронштейн для телевизора, особенности и разновидности устройств. А более подробно эти и другие материалы вы можете найти на нашем сайте bazlight.ru. Ссылка на сайт будет под видео и под описанием. Если у вас есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, присылайте их нам на наш YouTube канал или оставляйте на нашем сайте. Мы обязательно их рассмотрим и ответим. Большое спасибо вам за внимание. Всего вам доброго и удачи. Продолжение следует...